Всем привет! Это Анетта, и сегодня у нас долгожданное видео про Fashion Week. Как вы могли уже заметить, у меня гость сегодня на канале, это кот моей сестры. Пока что он живет со мной, и, скорее всего, он будет мешать все это видео, лезть мне в лицо, где-то ходить сзади, либо что-то грызть на фоне, и вы будете это слышать. Но надеюсь, я очень сильно на это надеюсь, что звуков будет немного, он все-таки сейчас походит, успокоится. Также я, к сожалению, закрыла все окна в своем доме, у нас сейчас 25 градусов. Поставьте лайк уже авансом за мои старания, потому что реально я надеюсь, что я просто не сварюсь под конец видео, потому что не хочу шумы. Кстати, зацените, я все-таки купила батарейки и сделала какое-то подобие такого прикольного фона, потому что у меня нет вообще ни ламп, ни гирлянд, у меня вообще ничего нету для красивого фона, и чаще всего вы видите мой фон абсолютно каким-то просто белым, потому что, ну или серым, потому что все стены в этом доме, они серые. Вот, поэтому да, немножечко разбавила, надеюсь, вам это понравится. Также вы можете заметить, что я сегодня с прямыми волосами. А вообще я от природы кудрявая, если кто не знал, и мне на самом деле очень лень как-то укладывать волосы, поэтому я просто их оставляю такие, какие они есть, но сегодня я прям подготовилась, выпрямила волосы, решила, да, дать шанс прямым волосам. Мой канал продвинули влоги, именно влоги с Fashion Week, как я хожу по кастингам, как я делаю какие-то шоу, и в принципе я заметила, что этот формат очень нравится, потому что он набирает реально очень много просмотров. По-моему, самое популярное видео, там почти 10 тысяч просмотров, и это меня, конечно же, очень радует. Я поняла, что я, да, снимаю много прикольного контента, именно влогового, именно шоу, то есть как бы бэксэйдж, как все происходит, но я поняла, что многие не знают и вообще не понимают, как работает вся эта индустрия, а именно как проходит Fashion Week, что такое Fashion Week. Конечно, у нас есть какие-то, знаете, такие общие понятия, типа Fashion Week — это какая-то вот неделя моды, где девушки ходят по подиуму модели. И, в общем-то, все, да. То есть, в принципе, каких-то больших масштабных знаний, как это все проходит, что это вообще такое у нас нету. И я решила рассказать, потому что, мне кажется, это видео будет очень полезно. В общем, когда я поехала первый раз, я поняла, что я абсолютно ничего не знаю, куда идти, что делать, как разговаривать вообще, что от меня будут ждать, как это все проходит, в каком формате. В общем, для меня это было, если честно, загадкой. И было, конечно же, страшно, непонятно. Поэтому я думаю, если вы в первый раз собираетесь ехать на Fashion Week и не мешать мне, как этот маленький толстый кот, если вы в первый раз собираетесь на Fashion Week и абсолютно не понимаете, что нужно делать, что нужно с собой брать вообще, как это проходит, это видео будет для вас очень полезным. Ну и, конечно, если вы просто интересуетесь сферой моды, вам интересно вообще, как это все проходит, то я думаю, тоже вам будет интересно послушать и узнать, что же такое Fashion Week. Потому что, если честно, смотря мои влоги, не сильно понятно. Ну вот я бегаю по городу, что-то какие-то кастинги, там бла-бла-бла. Вот, поэтому да, вся информация полная вообще, что такое Fashion Week будет сегодня. И вы станете чуть ближе к модельной жизни. Начнем с самого простого. Что же такое Fashion Week? Я думаю, многим понятно, что Fashion Week переводится как неделя моды. И на самом деле это, наверное, самое важное событие в мире моды, которое существует, потому что популярные бренды показывают свои новые коллекции. То есть, они задают тенденции на будущий сезон. И, соответственно, прикован взгляд к этим шоу, там, всего мира, всего шоу-бизнеса, потому что все как раз-таки смотрят на какие там новые тенденции будут. И в связи с этим уже создают какие-то там свои масс-маркет-коллекции и так далее. Если в двух словах, то это популярные бренды показывают свои новые коллекции всему миру в формате шоу. И хочу немножко отметить, если на шоу какого-то бренда происходит какая-то дичь, вот прям что-то непонятное, то я вижу очень много каких-то странных комментариев и плохих негативных отзывов, типа, зачем они это сделали. Можно было просто сделать шоу там в бодиум, чтобы прошлись модели и показать те же самые там наряды. Но хочу опять же сказать, что называется именно Fashion Show. То есть это шоу. И чем запоминающийся, чем лучше, интереснее будет шоу, тем больше внимания привлечет к себе бренд. И, соответственно, это реклама, продвижение, в принципе, там, СМИ будут про вас писать. В общем, это нужно для бренда. Поэтому чем интереснее шоу, тем лучше. В этом видео будет очень много примеров. И вот как раз-таки примеры про необычное шоу. Я думаю, все абсолютно, мне кажется, все без исключения видели вот эти видео, где Белла уходит поливая жидким шелком. Это был Коперни. И, собственно, это пример отличного шоу. Они сделали что-то прикольное, необычное. И вот сколько шумихи и внимания это наделало. И, соответственно, бренд теперь, мне кажется, знают абсолютно все. Далее можем взять мужскую коллекцию. Это показ Dior. Не помню какого года, но относительно недавно это было шоу, где модели выезжали из пола и потом, собственно, они проходили. Тоже это было очень интересно. Мне кажется, очень прикольно. И шоу было очень красивое, потому что оно было очень масштабное. Соответственно, да, это тоже привлекает достаточно много внимания. Ну и третий, давайте пример приведу. Наверное, тоже миллион людей вы уже видели. Это где бренд Avavav, он называется. Я надеюсь, я не путаю с названием. Они ходят по такому короткому позиуму. То стены валятся, то одежда разрывается, то в них мусором кидаются. В общем, дизайнер, девушка, по-моему, да, дизайнеру этого бренда, она делает такие перформансы, то есть она закладывает какой-то смысл в эти шоу определенные. Вот поэтому теперь про этот бренд знают очень много людей, потому что просто в запрещенном социальной сети куча видосов с этим брендом, с вырезками шоу, да, и поэтому он тоже достаточно быстро прославился, потому что вот у него такие интересные шоу. Поэтому важно не забывать, что бренду сделать нужно именно шоу, и чем креативнее и интереснее, тем лучше. Где и когда проходит Fashion Week? Fashion Week проходит 4 раза в год, это 2 женские коллекции, 2 мужские коллекции. В принципе, да, это у них всегда примерно одинаковые, но там может быть расхождение в нескольких днях, вот. Поэтому, да, я примерное расписание напишу где-нибудь на экране, чтобы не ошибиться. В принципе, вот как оно есть, так они всегда друг за другом идут, эти шоу, то есть по дням. Но есть небольшой факт, например, если мы смотрим мужскую неделю моды, и мы видим в коллекции там сколько-то мужчин, и там несколько моделей девочек, мы подумаем, типа, что не так, это же мужская, почему там девушки? Вот, на самом деле, иногда такое бывает, что дизайнер в свою мужскую линию может добавить несколько женских образов. И точно так же бывает вся женская линия, и там пара образов мужских. Их может не быть, это может быть чисто женская коллекция или чисто мужская коллекция, это уже как бы по усмотрению дизайнера и вообще всей команды, как они там решают. Например, когда у меня было шоу Нины Ричи, это было в прошлом сезоне осенью, там была женская коллекция, у нас был всего один мальчик, он шел ровно за мной. То есть, да, такое бывает, это ок, но не у всех, да? То есть, опять же, по усмотрению дизайнера. Неделя моды проходит в четырех странах, а именно в четырех городах. Это Нью-Йорк, Лондон, Милан и Париж. Неделя моды идет друг за другом, без перерывов, без выходных. То есть, все четыре недели идут шоу. Как попасть на Fashion Week? Здесь есть два пути. Первый это в качестве модели, и второй в качестве гостя. Если мы говорим про то, как попасть в качестве модели, конечно, у вас должно быть агентство принимающее, либо какой-то агент, который делает за вас работу. Но, если честно, сколько бы всяких видосов я не смотрела, со сколькими девочками я не общалась, все говорят, что модельное агентство лучше, и я, в принципе, с этим согласна. Если у вас есть материнское агентство, то, соответственно, оно уже решает эту проблему, оно начинает искать вам принимающее агентство. Лучше иметь агентство в каждой стране, то есть, в Милане свое, в Париже свое, там, в Лондоне свое. Но бывает так, что в каких-то странах мы не можем найти себе агентство, и тогда какой-то человек, например, ваше агентство, которое занимается вами в России, может выполнять роль принимающего агентства. Но, если честно, мне кажется, таких людей немного, потому что нужно очень сильно разбираться в рынке, в маркете вообще, понимать, кому писать, когда писать, там, какие анкеты отправлять. Вообще, когда я была во Франции первый раз на неделе моды, у меня не было принимающего агентства, и тогда роль моего агента, так сказать, выполнял мой агент из моего материнского агентства, вот. Но сейчас у меня есть, соответственно, агентство в Париже, и поэтому парижское агентство уже этим занимается. Когда у вас есть принимающее агентство, оно имеет связи, оно имеет какие-то уже, какой-то опыт, в принципе, в общении с локальным своим рынком, маркетом. Ваше принимающее агентство берет ваши, там, снэпы, какую-то анкету, честно, я даже не знаю, что они отправляют, и рассылают по кастям директорам. И потом уже кастинг-директора говорят, приглашают ли на кастинг, не приглашают, и, соответственно, исходя из этого, вам уже составляется расписание. Каждый день расписание обновляется, оно может обновляться в течение дня, то есть, допустим, вам там в 10 часов вечера скинули расписание на завтра, там у вас три кастинга, но потом на следующий день вам поставят еще три дополнительных кастинга, например. Вот, такое тоже бывает, или вам поставят фитинг, или бывает так, что вы сходили на кастинг, потом ушли на другие кастинги, и этот же бренд, например, на первый кастинг, который вы сходили, может вам еще один кастинг поставить второй в этот же день, и вы как бы возвращаетесь туда, и снова там общаетесь. Можно ли вообще как-то работать без агентов, и просто, допустим, узнавать адреса, и ходить самому по кастингам? Ну, в принципе, мне кажется, как будто такая возможность есть, но, скорее всего, нет, потому что чаще всего там процентов 70-60 кастингов по спискам, потому что, да, там проверяют твою композитку, записывают тебя там в лист, или же прямо отмечают, тебе подходит человек, отмечают, из какого-то агентства пришел. В общем, да, иногда бывает так, что тебе скидывают кастинг, ты приходишь, человек проверяет твое имя, и такой, типа, тебя нет в списках, ну, как бы, ты не в кастинге, и ты такой, типа, почему? Ты начинаешь писать, звонить своим агентам, и там они уже разбираются. Либо это напутали, в общем-то, кастинг-директора, либо это напутал сам агент, такое тоже бывает, все мы люди, что он просто там тебе скинул случайно этот кастинг, вот, и, как бы, такое бывает, ты можешь потратить, там, два часа, чтобы доехать до этого кастинга, а тебя там просто скажут, извини, ты не в списке, вот, если же мы говорим про какие-то прям люксовые бренды, типа Louis Vuitton, или что-то вот такого, то там, конечно, все по спискам, да, это 100% по спискам, там просто так ты не пройдешь. Плюс ко всему, есть один очень крутой кастинг, это DM-кастинг, если вы шарите вообще за моду и за моделинг, то понимаете, что эти ребята делают шоу очень многим брендам, и, да, это такой большой, огромный кастинг, когда вы туда приходите, вы можете просидеть там 5 часов, 4 часа, и, да, уже там куча моделей, вот, но это очень важный кастинг, потому что, в общем-то, DM ведут очень много брендов. Если же ты хочешь попасть на шоу в качестве зрителя, то самый простой вариант это, наверное, заплатить. Честно, я вот сама даже не знаю, как покупать эти билеты, скорее всего, это нужно смотреть как-то через аккаунты брендов, или, я думаю, должен быть какой-то специальный человечек, который, может быть, как-то перепродает эти билеты. Тоже, честно, я не могу вам здесь посоветовать, потому что я, если честно, сама в этом не очень разбираюсь, никогда не пользовалась этой функцией. Но есть еще другой вариант это не платить денег и быть инфлюенсером. Да, если вдруг меня смотрят какие-то популярные блогеры, или прям не очень популярные, но у них какой-то интересный контент, и, в принципе, есть какая-то активность в соцсетях, то вы можете написать письмо самому бренду, приложить там какие-то документики, там, всякую свою статистику о том, что вот вы такой-то там блогер, я не знаю, журналист, ну, какой-то инфлюенсер, да, своей аудитории, которая что-то пишет, что-то делает, вот, и как бы просите пригласить его. Вы можете отправить это письмо бренду, и, соответственно, вас либо позовут, либо не позовут, вот, вот, только таких, получается, два пути. Ну, либо быть крифанами, там, с дизайнерами, фотографами, и попросить через них как-то сделать это приглашение. Вот, способов, на самом деле, не очень много. Далее мы поговорим о том, что такое кутюр. Я думаю, многие слышали, опять же, это слово, там, типа, платье от кутюр, коллекция от кутюр, и, как бы, как будто бы это что-то прикольное, но неясно, потому что нечасто мы используем слово кутюр, и вообще, что же такое кутюр? Если говорить мега простыми словами, то это специальная лицензия, и, соответственно, бренды, у которых есть эта лицензия кутюр, могут производить кутюрные коллекции. У кутюра также есть своя неделя моды, она проходит, по-моему, зимой и осенью, если я не путаю, напишу на экране. В общем, как будто она проходит два раза в год. Популярным примером, который тоже видели многие, это коллекция кутюрная Maison Marjola, вот эти фоточки я вам поставляю, тоже очень много вообще фотографий, видео было в соцсетях, и вот, да, это тоже пример интересного шоу и кутюрной коллекции. Ну и, соответственно, если у вас нет лицензий на изготовление кутюр коллекции, в этой неделе моды кутюра вы не можете участвовать. Что нужно иметь для кастингов и как нужно выглядеть? Первое, с чего можно начать, это макияж. Макияж должен быть абсолютно естественный, лучше, чтобы его не было, но если у вас там круги, мешки под глазами, какие-то пару высыпаний, вы можете спокойно пользоваться консилером, это окей. Я обычно пользуюсь консилером, замазываю свои синичищи под глазами и какие-то покраснения на лице, потому что это у нас что-то непостоянное, то, что можно как бы прикрыть макияжем, вот. И, в принципе, такое разрешается. На самом деле, мне кажется, большинство девочек, моделей, они ходят без макияжа, но тут важно отметить, что у моделей какая-то идеальная кожа. Если честно, когда я стою рядом с ними, мне кажется, что я просто, не знаю, у меня все в прыщах, особенно если я в Милане, не дай бог умоюсь вот этой вот проточной водой, я покрываюсь прыщами, и я просто думаю, блин, вы, наверное, продали свою душу, чтобы у вас была такая идеальная кожа, вот. Но, да, достаточно много девочек ходят просто без макияжа, кто-то немножко консилером пользуется, это как бы ок. Но если вы придете на кастинг, там, с фулл макияжем, там, тени, ресницы, брови, там, губы, и очень большая вероятность того, что вам скажут умыться, потому что они хотят посмотреть на вас. Они вас пригласили на кастинг, чтобы посмотреть именно в жизни. А если вы с макияжем, ну, как бы, зачем вас вообще нужно было звать тогда на кастинг? Когда я приходила на кастинг Нины Ричи, там тебя встречали, проверяли по списку, спрашивали, есть ли на тебе мейк. Я говорила, что у меня консилер под глазами, они говорили, окей, но если у тебя было больше макияжа, они просили тебя смыть макияж. Почему это важно? Потому что бывает так, что на кастинге тебе сразу же могут устроить фитинг, то есть буквально завести тебя в другую комнату и начать примерять образы. И если у тебя макияж, ты будешь надевать какое-нибудь узкое платье или кофту, или топ, ты можешь просто загадить, я извиняюсь за выражение, вещи своей тоналкой, и это будет проблема. Что по поводу одежды? На самом деле тут тоже все очень просто, очень банально. Чаще всего девочки надевают что-то не очень броское, что-то черно-белое, и, конечно же, одежда должна быть по фигуре. Лосины, скини-джинсы, шорты, юбки, какие-то платья, которые сидят себе по фигуре, то есть никакого оверсайза. Некоторые бренды, для которых это особенно важно, они могут прямо в приглашении, в кастинге написать, что никакого оверсайза, только там определенная какая-то одежда. Например, ДМ-кастинг постоянно просит надевать либо юбки, либо шорты. Честно, я не знаю, с чем это связано. Мы строили разные теории. Посмотреть на состояние кожи, посмотреть на наши ноги, хотя это можно делать и в скине. В общем, интересные, да, у них правила есть, которые ты можешь не соблюдать, но желательно, конечно, соблюсти. Например, когда я была первый раз на ДМ-кастинге, я наделала сины, потому что было очень холодно, и я решила, типа, я не буду надевать никакие шорты и юбки, потому что я просто тупо замерзну или себе что-нибудь застужу. Вот, а второй раз уже было очень жарко, и я купила себе платье, потому что у меня нет ни одного платья. Вот, и, соответственно, я была в платье. Конечно, есть какие-то топовые модели на кастингах, которые там уже известны, и такие модели тоже приходят на кастинги, даже если они там какие-то очень популярные. Вот, и я очень часто встречала таких девочек, и это было, конечно, очень прикольно. Знаете, их увидит, ты их видишь на каких-нибудь обложках, так на шоу, а потом ты видишь буквально рядом с собой какую-то очень крутую модель. В общем, такие модели могут себе позволить прийти в чем-то менее облегающем. Я тоже такое видела, то есть они могут где-то какие-то широкие штаны, особенно если они работали с этим брендом уже раз 200, и этот бренд знает прекрасно, как выглядит эта модель. Вот, поэтому, да, они могут себе это позволить. Но на самом деле, что я заметила, что в последнее время сейчас так популярны вот эти бриджи, такие оверсайз, очень многие девочки тоже надевают их на кастинге. Но если же вы едете там в первые какие-то разы, я все-таки не советую, потому что, опять же, вашу фигуру не видно. Лучше надеть то, что показывает ваша фигура такая, какая она есть, без каких-то там приукрас и так далее. Я прикреплю фотографии, как я обычно одеваюсь на кастинге, я не хочу там никого водить за нос, надевать какие-то оверсайз штаны. Вот, всегда надеваю что-то облегающее. Вот, единственное, я не ношу скинни-джинсы. В первые мои фэшн-вики я ходила в скинни-джинсах, я их ненавидела просто всей своей душой, и я прям их надевала и думала, господи, какой кошмар. Вот, но сейчас я их не ношу, я выбрала для себя немножко другую альтернативу, да. Если говорить про верх, то есть не про штаны, мне кажется, не знаю, процентов 90 девочек все приходят в топах. Это, скорее всего, типа белые топы, иногда черные топы, но вот, типа, чаще всего это топы, потому что они как бы ок сидят, все видно, максимально открытая ваша, знаете, верхняя часть тела, в общем, да. И, конечно же, самое важное, самое важное, это каблуки, потому что бренд хочет посмотреть, как вы ходите на каблуках. Почти все коллекции, они на каблуках, девочка ходит на каблуках, поэтому вы должны, конечно же, принести с собой туфли, именно в которых вам удобно. Не выбирайте вы какие-то супер прекрасные туфли, на которых невозможно ходить. Это никому не нужно, никто не будет смотреть, какие вы туфли притащили, будут только смотреть, там, ну, какой высоты каблук, потому что я видела несколько раз, что приходят, типа, вот в таком каблучке, типа, я думаю, ну, то есть, это вообще не каблук. Иногда организаторы у этих девочек спрашивали, а у вас есть каблук? И она такая, вот, типа, мой каблук, и они такие, типа, ладно, проходи так, но на самом деле лучше всегда с собой, конечно же, брать каблуки. В этом суть кастинга, собственно. И также при себе вы будете иметь композитки, если же у вас нет композитки, то вас могут записать, дать какую-то бумажку, чтобы вы сфоткали с этой бумажкой, вот, но на самом деле это очень важно, потому что это, как, знаете, такая анкетка, там написаны все ваши параметры, как можно с вами связаться, ваша фотография, вот, это достаточно важно, что это как визитка, только модельная, просто большого формата. Ну, если вы с агентством, то, как бы, агентство дает вам эти композитки, вам не нужно париться, конечно, оно потом записывает это в ваш минус, но, оно выдает вам композитки, и вам не нужно ничего делать. К чему нужно быть готовым? Вообще, самое, наверное, основное, это к тому, что придется очень, очень, очень долго и много ждать, это постоянное ожидание на кастингах. Есть кастинги, которые пролетают за секунду, то есть вы пришли, вас сфоткали, вы прошлись, проходка, и вы уходите, и идете на следующий кастинг. Таких кастингов тоже очень много, но и много также кастингов, где вы просто ждете по несколько часов. Например, кастинги Vivienne Westwood, это всегда очень долго, то есть я прождала, по-моему, 4 часа, или 3 часа, я честно говоря, не помню уже, и мне сказали, что это абсолютно ок, то есть когда модели приходят на Vivienne Westwood, они уже знают, что они там на очень долгое время, там куча моделей, они все сидят на асфальте, просто чем-то как-то кто-то своими делами занимается, и самое, конечно, тяжелое, что когда я была на кастинге Vivienne Westwood, там просто, это было все на улице, и негде было присесть, в плане, честно, я такой человек, который не понимает немножко в плане европейцев, когда они садятся на холодный асфальт, не знаю, их, наверное, не пугали, что если будешь сидеть на холодном, там у тебя не будет детей, ты себе застудишь, у тебя будут проблемы со здоровьем, вот, я немножечко боюсь этого, и поэтому я стараюсь не садиться на землю, потому что просто боюсь себе что-нибудь засудить, соответственно, когда ты стоишь все эти 4 часа, ты чувствуешь, что как бы у тебя уже отнимаются ноги, спина, ты как бы чувствуешь себя не очень прикольно, потом, когда тебя запускают, ты должен еще при этом красиво пройтись, потому что, ну, это же кастинг, да, вот, к этому нужно быть готовым, что у вас может все болеть, поэтому обязательно, пожалуйста, надевайте удобные обуви в кроссовке, не ходите вы на эти кастинги в каблуках, потому что я знаю модели, которые надевают там сапожки или туфли, и весь день в них ходят, я честно не представляю, как их ноги вообще существуют в этой мире, потому что я, ходя в кроссовках, натираю себе все ноги, я просто их не чувствую в конце дня, хотя надеваю вот туфли, чтобы просто пройтись. Иногда бывает так, что есть какая-то определенная очередь, перед тем, как зайти уже к кастинг-директору, и вас заранее просят надевать каблуки, и ты можешь в этой очереди час простоять, можешь больше, можешь меньше, но сам факт, что ты стоишь в этих каблуках, ты просто уже такой, типа, у меня сейчас отнимется нога, или я упаду, или что-то произойдет, потому что реально это тяжело, типа, физически, вот, особенно если ты там сто кастингов прошел до этого, и вот тут нужно еще просто стоять на каблуках, типа, даже не ходить. Также бывает, что ты приходишь на кастинг, где просто миллион моделей, и нужно просто пока подождать, пока все эти модели пройдут, кого-то еще сфоткают, там кто-то с кем-то поговорит, и, короче, это может затянуться все на очень долго, я повставляю видео, что просто огромные линии этих моделей, ты можешь, ну, надолго застрять, вот, к этому нужно быть обязательно готовым, что придется очень долго ждать. И самое вот, наверное, обидно в такой ситуации, наверное, когда ты только-только первый раз едешь, ты, типа, не понимаешь, я там стою 4 часа в очереди, меня просто сфоткали, меня могли даже не сфоткать, потому что я просто банально не понравилась, и потом тебя еще не выбрали на шоу, и вот это ты такой думаешь, блин, я потратила столько времени, и они, типа, мне ничего не дали, но это окей, это как бы нормально. Также важный факт, это то, что вас все время будут оценивать, потому что, когда вы на кастинге, на вас смотрят куча людей, вас фоткают, вас оценивают, они могут говорить что-то на своем языке, если это там в Италии, во Франции, соответственно, итальянский, французский, и вы просто будете понимать, что они говорят, но они по факту могут вас обсуждать, или там говорить, пройдись вот так вот, или там повернись вот это, чтобы они там посмотрели на тебя, и вначале, я думаю, или если есть проблемы с самооценкой у человека, то это будет морально тяжело, потому что постоянно ты думаешь, блин, со мной там что-то не так, я как-то плохо прошлась, ну, короче, будет тяжело то, что вас оценивают, но вся жизнь, мне кажется, моделей, это сплошная оценка, и нужно к этому просто, типа, привыкнуть, и понять, что ну да, но они сейчас, типа, посмотрят, потому что для них это такая же работа, им важно выбрать лучших моделей, им важно выбрать определенных моделей, которые подходят именно под эту коллекцию, именно под определенные луки, поэтому они не относятся как-то к вам предвзято, у них просто работа подобрать модели, моделей под коллекцию. Морально изначально это, конечно же, может быть тяжело, но потом уже, когда вы несколько раз прошли, то вам становится пофиг. Или как-то более, наверное, нормально к этому относитесь, типа, ну, оценивают и оценивают, как бы, ладно, все ок. Керви модели и фэшн вик. Есть ли вообще отличия? Отличаются ли фэшн вик, кастинги вообще для керви моделей? Вообще, если честно, то вообще нет никаких различий. Даже каких-то минимальных есть, какие-то фактики, какие-то пунктики, но я бы не назвала это отличиями, это просто какие-то мелочи. Я сейчас вам их собственно расскажу. Первый такой пунктик это то, что керви модели и обычные модели это не конкуренты. Наверное, может показаться, что мы ходим на одни и те же кастинги, стоим там в одной очереди, но при этом мы абсолютно друг другу не конкуренты. Почему и как это происходит? Соответственно, если мы берем какое-нибудь шоу, где есть у нас керви модели, то допустим там девочек 50 или 40, допустим 50 моделей вот в шоу и при этом из них там две керви, дай бог, может быть три, но это прям... Ну вообще обычно две модели, а общее число 50, если можно так выразиться. Соответственно, если дизайнер решил, что у нас будут керви модели, и они и под этих керви моделей выделены специальные луки, то есть это абсолютно все конечно же тоже обговаривается. Соответственно, если у нас есть два лука определенных под керви модели, они не могут на это место взять обычную модель, потому что это место уже изначально специально подобрано и выделено. И точно так же наоборот. Конечно, бывает такое, это тоже, ну как бы такое бывает, что могут поменять модели, могут заменить луки, но при этом, как бы, чаще всего мы не конкуренты. Конечно, у меня была такая ситуация, когда у меня было два кастинга для маскина, у меня было два фитинга для маскина, и при этом, я была уверена, что меня утвердят, но при этом они выбрали другую модель, и она была не керви, но, как оказалось впоследствии, у них на шоу не было ни одной керви, соответственно, они решили просто полностью убрать, хотя под меня уже шили платье. Вот, но что-то у них там поменялось, и они в принципе решили не брать керви моделей, как я поняла, и в этом сезоне вообще было очень мало керви девочек на шоу, это, конечно, очень грустно. Такое бывает, но в принципе, когда мы стоим на кастинге, мы друг другу не конкуренты, это нужно понять. К примеру, у меня была одна интересная ситуация, это был кастинг, это был очный кастинг, это был кастинг для белья, это был не фэшн вик, и там я была, по-моему, одна керви, если я не ошибаюсь, и, в общем-то, бренд выбрал несколько девочек обычных моделей и меня, собственно, чтобы мы померили белье, и девочку одну обычную модель не выбрали, она начала обсуждать с другой моделью, типа вот, вот ее там выбрали, она керви, а могли бы нас с такой там красивой фигурой. Не, я, конечно, ничего против не имею, каждую там свои вкусы по фигуре и так далее, но они бы не выбрали ее, потому что им нужна была керви, а керви я, собственно, поэтому мы бы никак, ну, мы не пересекаемся, мы две параллельные прямые, грубо говоря. Из этого первого пункта вытекает второй, это то, что на кастингах чаще всего вы не встретите керви модели там или плюс-сайс модели, плюс-сайс модели вообще, мне кажется, что нигде не видела, может, только в Лондоне. Особенно, когда вы в Милане. В Милане я видела два раза, это было два разных сезона, то есть в один сезон я видела одну модель, и, как бы, кастингов там много прошло, и, соответственно, ты такой, типа, приходишь, думаешь. Лично я чувствую себя в этот момент не в своей тарелке, если честно, мне кажется, типа, боже, почему я одна такая? Ты чувствуешь себя как будто бы, знаете, белой вороной. Возможно, это, конечно, связано, там, знаете, с какой-то моей самооценкой, что я думаю, типа, блин, что я вообще тут делаю, я не заслужила тут стоять, они тут все такие вот красивые, классные, и я такая тут пришла. Ну, в общем, если, наверное, самооценка, все нормально, то это, как бы, будет ток. Но, на самом деле, не знаю, у меня какие-то смешанные эмоции по поводу того, что я одна, и я думаю, блин, почему я одна? Хотя, на самом деле, честно, это хорошо. Ну, и плюс ко всему, опять же, я повторюсь, что если там 50 моделей и две из них только кёрви, то понятно, что кастинг на кёрви места, если можно так выразиться, будет меньше, чем на обычных моделей, и, соответственно, поэтому мы можем не увидеть кёрви моделей в кастинге. Но когда я была в Лондоне, вот там моя душа просто пела, потому что было куча кёрви моделей, их было очень много на кастингах, и я думала, ну, всё, всё, я счастлива, я на своём месте. И не важно, что, как бы, они все мои конкурентки, и, как бы, это хуже, но, на самом деле, я морально себя там почувствовала немножко легче, потому что ты думаешь, нас поровну, как бы, с обычными моделями, это прикольно, это классно, и мне это понравилось. Но надо сказать, что Милан это вообще не маркет кёрви, там, наоборот, сейчас любят прям очень-очень худых, вот это опять мода на очень худых девочек возвращается, а Лондон это всё-таки наш кёрви маркет. И такой третий пунктик, это то, что для кёрви моделей могут заранее быть уже подтверждённые места, то есть тебя могут брать без кастинга, или тебе могут сразу ставить фитинг, или тебе могут ставить опшн сразу, конечно, опшн могут ставить всем моделям, но под тебя могут заранее сшить платье, и потом под тебя уже подогнать. На меня всегда надевают вот такие вот платья, потому что у меня очень такая, достаточно тонкая талия, ярко выраженная для моего целосложения, и, соответственно, бренды, когда меня берут, они стараются вот выделить это, и как-то подшивают платье, что Делькор на меня шили платье, что Феррагама, вот поэтому, да, как бы такое бывает, что у вас заранее могут забукировать, там, если вы кёрви модель, заранее под вас какое-то платье шить. Ну и последнее такое, я бы назвала его отличием, это то, что брендов, которые работают с кёрви, меньше, чем просто обычных брендов. Соответственно, если мы едем в качестве кёрви модель на неделю мода, мы понимаем, что с Прадо мы работать не будем, что с Диором мы работать не будем, потому что у них просто тупо нет кёрви модели, это как бы не их. Но зато мы можем рассчитывать там на Нину Ричи, возможно, мы можем рассчитывать там на Шанель, потому что у них тоже иногда бывают. Кёрви – это не частая практика, но, тем не менее, если вдруг мы там будем очень сильно мечтать, афимировать, афермировать, что мы будем делать, возможно, у нас и Шанель будет. Вот. Поэтому, да, не нужно рассчитывать на те бренды, у которых нет просто кёрви моделей. Что такое эксклюзив и что такое дебют? Это достаточно два похожих понятия, но давайте я вам расскажу, чем они отличаются. Вообще, эксклюзив – это очень прикольная тема, она очень хороша для начинающих моделей, и, насколько я понимаю, это используется в основном только с начинающими моделями, для которых первый сезон, которые только-только вступают в эту модельную жизнь. В общем-то, что такое эксклюзив? Эксклюзив – это когда бренд эксклюзивно берёт к себе модель на шоу. Собственно, круто сделать эксклюзив каких-нибудь крутых брендов. Например, у меня девочка в агентстве, она сделала эксклюзив Прада, что, в общем-то, нифига себе, да? В общем, как работает эксклюзив? Как я говорила, у нас есть четыре страны, в которых проходит неделя моды. Соответственно, давайте возьмём ту же Праду, например, и возьмём, что у нас эксклюзив на Праду. А Прадо проходит в Милане. Это третья у нас страна. Соответственно, у нас есть Нью-Йорк, он отлетает, потому что у нас эксклюзив Прадо в Милане. У нас есть Лондон, Лондон тоже отлетает. И у нас есть Милан. Допустим, что Милан там на третий день. Соответственно, все семь дней Милана у нас тоже отлетает. Мы не можем ничего делать, кроме Прады, вот этого одного шоу. Но у нас остаётся ещё одна страна, это Париж. И там мы можем делать уже любые шоу. То есть, у нас запрет только на вот этих странах. Ну и, соответственно, на следующий сезон вы можете уже со всеми работать. Странами я имею в виду и со всеми брендами. Вот. Что же такое дебют? Дебют – это максимально похожая тема, но только там ты только дебютируешь. Как бы это как эксклюзив, но плюс ещё дебют. То есть, ты там первый раз выходишь в этот модельный мир. В общем, опять же, возьмём Праду третий день. У нас отлетают вот эти две страны уже автоматически. Но почему я уточнила, то, что пока с Прады на третий день. Соответственно, первый, второй, третий день мы не можем ничего делать. Мы делаем дебют. И у нас остаётся 4, 5, 6, 7 и Париж. И вот здесь 4, 5, 6, 7 день мы можем делать любые шоу. И, соответственно, Париж мы можем делать любые шоу. Вот это очень похожая штука, но вот так вот она работает. В чём прикол ещё эксклюзива? Неприятный прикол, я бы так сказала. Вообще, на самом деле, не прикол совсем. Когда у тебя стоит эксклюзив, ты не ходишь на кастинги вот в этой вот стране, да, в которую приезжаешь. То есть, приезжая в Милан, у тебя может быть, ну, или в любую другую страну, допустим, это у нас Милан, ты не ходишь ни на какие кастинги, только вот на эксклюзив. И там в день шоу, за день до шоу, вообще всё, что угодно, тебя могут снять и сказать, типа, сори, мы там передумали эксклюзив... Но в день шоу, за день до шоу, или вообще за какое-то время до шоу, могут сказать, типа, сори, мы передумали, эксклюзива не будет. И если это сказали, там, знаете, в самый-самый последний момент, то ты, получается, просрал все кастинги, все шоу в этой стране, в тех странах, в которых ты был, ну, как бы, ты туда не прилетал, потому что не было смысла. Но сам факт, что ты просрал, там мог просрать несколько стран, и у тебя там остаётся одна, а ты мог делать крутые шоу, особенно если у тебя там были какие-то запросы или кастинги. И вот это очень грустная ситуация, потому что ты буквально там, ну, теряешь деньги, место, и это грустная ситуация. Зачем модели нужен Fashion Week? Я думаю, здесь достаточно легко ответить на этот вопрос, я вам для этого не нужна, но всё-таки я вам тоже подскажу, расскажу. Наверное, самое простое — это узнаваемость, конечно же, потому что, как я говорила в начале, за этим событием следит, наверное, весь мир, вся сфера шоу-бизнеса, моды и вообще очень просто много там селебрити и так далее. Ну и, собственно, благодаря продвижению и тому, что на нас смотрят все селебрити, все самые крутые фотографы, визажисты, стилисты, дизайнеры, кастинг-директора, когда все вот эти люди на нас смотрят, они немножко позазнательно могут нас запоминать. Например, отметить нас для каких-то будущих проектов, это тоже всё, конечно, учитывается. Вот. Ну и, конечно, если вы там попадёте в какой-нибудь там журнал, потому что часто журналы, там, агентства или просто какие-то порталы снимают видео, вы можете залететь, там вас кто-нибудь узнают, кто-нибудь отметит. В общем, это очень-очень хорошее для вас продвижение. Соответственно, чем лучше продвижение у модели, чем она известнее, популярнее, тем больше её берут на работу, тем больше у неё чек за работу. Ну и, собственно, это как бы лучше. Мы все понимаем, чем больше известность, тем лучше. Далее, это знакомство с нужными людьми. Это может звучать очень, знаете, плохо, как будто бы, там, знаете, я и другие модели, мы используем кого-то, знакомимся специально там, как-то приманиваем этих важных людей, но на самом деле нет. Просто ты можешь работать с популярными и очень важными людьми в этой индустрии. Например, когда я была на Этро, там была очень важная девушка-стилист. То есть, она там, знаете, стилизует всех звёзд Голливуда. Ну, не всех прям, но очень много. Она там стилизует американский ВОК. Вот. Поэтому поработать с таким человеком очень, как бы, солидно. И, знаете, я говорю, мне с точки зрения, там, нужно познакомиться, там, вцепиться в неё, говорить, дай мне работу или что такое, или там специально как-то подмазываться. Нет, надо быть просто, там, милой, как-то немножко пообщаться. Просто нужно проявить себя с хорошей стороны. И, соответственно, когда человек видит, что ты хорошо работаешь, там, хорошо выглядишь, и вообще ты классный такой работник, да, хорошая модель, которая, там, не ноет где-то под углом, а исполняет все задания, там, выглядит классно, ходит круто. Конечно, на подсознальном уровне это может как-то отложиться и подумать человеку, о, вот она классная, прикольная, я её запомню, и потом для какого-то будущего проекта я её выберу. Поэтому, конечно, опять же, знакомство со всеми вот этими крутыми, важными людьми в этой индустрии, это очень полезно. Например, я познакомилась на вот этом прошлом зимнем сезоне с кастинг-директором, она мне очень тоже нравится, и когда мы с ней познакомились, она сказала, что очень ждала меня, очень сильно хотелось с ней познакомиться, поэтому для меня это, знаете, было прям очень приятно, необычно, и мне тоже хотелось с ней познакомиться. Соответственно, мы с ней пообщались, она меня выбирала для Days, то есть она была кастинг-директором, когда делали съёмку для Days в Лондоне. Потом она меня взяла в шорт-лист на Александра Маквин, и это тоже, как бы, очень круто, конечно, я не сделала Александра Маквин, там, по каким-то их обстоятельствам, которые мне неизвестны, но мы с ней пообщались, очень мило, и, конечно, это прикольно, потому что, если бы, там, знаете, я пришла, начала воротить нос, грубо общаться, она бы это запомнила, и такая типа, блин, она какая-то стрёмная, вообще не буду её больше никакие проекты звать, поэтому я говорю об этом только, вот, знаете, с точки зрения того, что нужно просто быть приветливым, улыбчивым, хорошо работать, общаться, не бояться, и тогда вас будут подмечать на другие проекты. Ну, и мы подходим к концу этого видео, что я думаю про Fashion Week и моё мнение про Fashion Week. Вообще, если честно, то вот эта вот часть модельного бизнеса моя любимая, я обожаю Fashion Week всей душой, несмотря на то, сколько бы я ни говорила, что тяжело, особенно во влогах, там, я говорю, тяжело, устала, не могу, всё, меня бесит, уже всё достала, хочу домой, уже невозможно просто находиться, уже ноги там не ходят, все в крови, в мозолях, но, несмотря на вот это вот всё и какую-то усталость в моменте, я просто обожаю Fashion Week, потому что ты знакомишься реально, там, знаете, с просто людьми, иконами этого мира, за которыми ты мог там долго смотреть, ты знакомишься там с любимыми дизайнерами, ты знакомишься с дизайнерами крупнейших мировых брендов, ну, это, знаете, это как-то мне, ну, лично меня это немножко, ну, знаете, вдохновляет, потому что, не знаю, это такое знакомство, что ты буквально разговариваешь с человеком, который придумывает, там, какие-то крутые коллекции, какого-то просто большого бренда, не знаю, для меня это очень прикольно, когда ты ходишь для шоу этого бренда, ты чувствуешь, не знаю, прям экстаз, если честно, вот, а когда ты приходишь на шоу, когда тебя подтвердили, ты уже на самом шоу, на бэкстейдже, у тебя, ну, лично у меня, такие вот эмоции, есть, конечно, тоже небольшое волнение перед тем, как выйти на шоу, на позиум, самое страшное у меня вообще это страх, это, конечно же, упасть, или если кто-то упадет на шоу, поэтому всегда можете заметить, что я после шоу говорю, никто не упал, это, знаете, такая у меня уже, мне кажется, традиция моего, моих влогов, потому что для меня это важно, никто не упал, все хорошо, хотя, не знаю, мне кажется, это бывает очень редко, когда кто-то падает, но все равно у меня вот есть такой страх, например, поэтому да, вообще можно подумать, и, например, если у меня смотрят какие-нибудь, знаете, матерые модели, которые там по 10 лет уже на этот Fashion Week ездят, они могут сказать, что для них это уже, типа, ну, не вызывает таких эмоций, что они не чувствуют волнения перед шоу, особенно, когда, там, знаете, у тебя там по несколько шоу в день, у меня такого нету, но у многих девочек такое есть, и я могу, наверное, их понять, но пока так, что вот я была на трех неделях моды, да, получается, и я прямо, знаете, в экстазе каждый раз, мне это все нравится, конечно, это все тяжело прийти к этому шоу, там, знаете, прилететь в страну, встретиться с агентством, пройти миллиард кастингов, фитингов, кучу отказов, но при этом, не знаю, все равно я прямо это очень люблю все дело, несмотря на то, что очень это все тяжело и устаешь, но я прямо люблю это дело, вот, я абсолютно понимаю людей, которые не любят Fashion Week, есть люди, которые прям терпеть не могут, лучше бы вообще не ездили, они, вы знаете, ездят по Азии, чисто там, знаете, зарабатывают себе деньги, живут счастливо, я абсолютно понимаю этих людей, как бы это окей, у каждой модели там свое мнение, но я честно люблю. Конечно, единственное, хотелось бы зарабатывать нормальные деньги с этого, но, как всем известно, моделям, что в Европе ты почти никогда не зарабатываешь, зарабатываешь ты в Азии, а трачу все свои деньги, ты в Европе, но проблема в том, что я не работаю в Азии, потому что я керфи модель, вот, и как-то мне нужно двигаться уже в Европе. Также еще хочется дать небольшой совет тем, кто только в первый раз поедет на Fashion Week, я понимаю, изначально будет очень тяжело, возможно, что вы можете поехать, и у вас будет ноль шоу, потому что, ну, просто вам будут везде отказывать, и это нормально, такое бывает, это очень частая практика, что вас могут нигде не выбрать, пожалуйста, не думайте на себя, это нормально, модели куча, от шоу одно, поэтому отказы это ок, такое бывает, не нужно там себя как-то корить, что вы плохо выглядите или что-то такое, если вы абсолютно там уверены в себе. Хотя я понимаю, что в такие моменты ты начинаешь видеть и придумывать даже, придумывать в себе те недостатки, в которых в тебе нет, потому что непонимание происходит, типа, я прошла, всем все понравилось, но на шоу меня не взяли. Такое бывает, я, например, была просто в тельте, в ужасном, когда вот на предыдущей неделе моды в Милане я проходила кучу кастингов, у меня была куча фитингов, у меня была куча опшенов, но тем не менее я не сделала ни одного шоу. И, конечно, это такой, знаете, прям удар мне в лицо, это неприятно, это грустно, тоже начинаешь там думать, блин, я плохо выгляжу, что-то не так, что-то не то. Но, да, с этим нужно просто смириться, принять и постараться как-то абстрагироваться от этого и понять, что, ну, просто именно под это шоу, под это ты не подходишь, но в следующем сезоне или там в следующей стране по-любому будет что-то стоящее для тебя. Вот это важно не забывать и, знаете, тоже проговаривать и думать об этом, посылать, так сказать, посылы в космос, чтобы у тебя были более крутые шоу и уже в ближайшем будущем, так сказать, там, например, в следующей стране. В общем, короче говоря, нужно постараться быть в себе поувереннее, вообще забить на всех, на все и думать только о себе, о своей карьере. Да, бывает что-то неудачное, да, бывает вас не выбрали, ну, ладно, ничего, дальше будет лучше. Вот об этом думаем, прокручиваем и стараемся не забывать. И на этом все, надеюсь, это видео было для вас полезным, вы почерпнули для себя что-то новое и вообще узнали что-то новое. Я надеюсь, это видео поможет тем, кто первый раз собирается на Fashion Week, потому что реальной информации, мне кажется, было много, много всего интересного. Если вдруг остались вопросы по поводу Fashion Week, обязательно пишите в комментарии, на все отвечу. Если есть какие-то предложения, идеи по поводу видео, тоже можете писать в комментарии или мне в запрещенную социальную сеть. Я всегда смотрю все сообщения, поэтому да, буду ждать ваших комментариев, ваших лайков, обязательно подписывайтесь и до новых видео!